так ну что мы прекрасно я вас приветствую давайте сегодня посмотрим что уходит из вашей жизни что новенького в нее приходит так просто легкая диагностика пространство по трем вариантам давайте посмотрим выбирайте тот который на вас смотрит и я буду начинать болтать тут особо ничего диагностика и диагностика будем смотреть и так итак мы прекрасны вот эта вот карта она у нас буквально прыгала из колоды по мере того как я ее тасовала и один раз спрятала на второй раз просто вылетела то значит у вас сейчас какая-то актуальная темка смотрите да карта побега эта карта говорит о том что где-то мы должны быть более решительны относительно какого-то вопроса нашей жизни то есть что-то сейчас есть очень важное чего возможно вы не хотите решать и что возможно в куда возможно вы не хотите смотреть да или пытаетесь избежать или есть какая-то задача которая стоит перед вами она вам кажется какой-то муторной возможно да или какой-то очень там неинтересное или повторяющийся вот возможно мы убегаем от завершения чего-то да то есть что уходит а может быть давайте посмотрим если вы не завершаете что-то или не можете завершить то что это ну где-то мы тут сами от себя бегаем такой вот еще момент может быть где-то мы не хотим смотреть какие-то свои грани очевидные вещи ну и также смотрите мы можем хотеть уйти из какой-то ситуации которую мы очень сильно хотим завершить но где-то мы там что-то не принимаем то есть ну какой-то урок мы для себя не понимаем что-то не проходим но карта отражения это всегда проекция то есть что-то мы проецируем или эта ситуация проецирует нам какие-то наши части которые мне не нравится на них смотреть неприятно это признавать неприятно признавать что это может быть какая-то часть нас у кого-то темная у кого-то бывает мы светлое в себе принять них а не хотим и такое может случаться ну то есть тут вот есть какая-то у вас ситуация она не может никак возможно завершиться вы все от нее бегаете да потому что не хочется смотреть где-то вот в отражении этой части да и она завершится сама от нее не нужно будет бежать если мы все-таки дадим туда свое внимание и что-то постараемся решить а понятно это может быть что-то связанное из семьи это может быть что-то связано из очень близкого круга семи здесь реально карта матери то есть это или очень-очень близкий вам человек возможно вы с ним какой-то у вас ситуация не решается или этот человек проецирует вам отношения детско-родительские которые у вас были и вы что-то тут вот от них собственно говоря бегаете то есть где-то там есть какая-то нерешенная часть возможно она забытая вами до или вы не желаете там решать или не желаете туда смотреть но по всей вероятности это что-то важное и без этого ваш путь он скорее всего каким-то образом или замедляется или не может быть полноценным да то есть это то есть вот это какая-то может быть ситуация конкретно с вашим родным человеком или с тем человеком который знаете как будто бы как проекция старая знаете бывают иногда у нас есть такие отношения с людьми которые очень напоминают отношения с кем-то из близких или в целом какой-то как отношение ну а сценарий отношений то есть люди могут меняться а сценарий отношений он будет сохранять сохраняться сохранен да и мы можем действительно не хотеть это решать вот это вот ключевое то что у вас сейчас и этому действительно пора уходить это действительно пора завершать это правда и и она готова уйти то есть скорее всего здесь вот действительно может быть пора какую-то позицию принимайте все-таки конкретно видите мать семья то есть тут действительно есть какие-то возможно недомолвки нерешенные вопросы с живым родителям если все-таки вы точно понимаете что это не может быть кровный родственник то а значит здесь будет вопрос что этот родственник вам транслирует ваши детско-родительские отношения ой родственник человек до человек вот и этому пора уходить то есть это точно уже должно завершаться уходить дайте туда пожалуйста свое внимание там точно пора что-то для себя понятие осознать сейчас мы посмотрим что то есть какая-то вы знаете может повторяющийся сценарий быть как это может охарактеризовываться это может быть отношения которые вы транслируете на партнера то есть детско-родительские отношения в которых вы продолжаете находиться только вместо допустим мамы стал партнер да и вы продолжаете видеть к себе такое же отношение только теперь со стороны партнера если же партнера нет мы туда не хотим смотреть потому что боимся воспроизведения именно вот этого вот сценария отношения коммуникации друг с другом и вот здесь тоже нужно аккуратно потому что это сценарий он не дает вам полноценно допустим получить какой-то опыт или жить так как вы хотите да когда мы попадаем психически в эти сценарии мы одновременно и страдаем условно потому что нам не комфортно если здесь действительно были какие-то не очень хорошие моменты если вы бежите то есть тут может быть знаете как эмоциональная сепарация незавершенная или обиды какие-то сохранились остались ну то есть вот тут вот нужно в это посмотреть мы можем эти обиды или какие-то неполученные эмоции от родителя вытеснять на партнера или вообще вытеснять просто в целом на какого-то другого человека да и где мы будем повторять этот сценарий вот это действительно должно уходить это действительно должно заканчиваться потому что скорее всего тянет на себя много энергии да вы себя как будто бы видите отделяете от этого и говорите я не хочу в это смотреть или как вы надоели ничего там у меня нет это все относительно я бегу от этого я не хочу я закрываюсь я вхожу в состояние защиты в состоянии ну то есть там есть какая-то уязвимая часть в которой мы никак не можем посмотреть или не хотим да но там на самом деле спрятана для вас какое-то понимание видите карта дара то есть однозначно этот вот эта ситуация которую вы с кем-то проживаете постоянно она вам что-то несет то есть возможно для вас как для личности это действительно ну что-то может быть не очень вам хочется туда смотреть но для души там какой-то дар спрятан и часто это еще энергия которая находится и которая полезна вам лично но она сливается вот туда да в нерешенную ситуацию так что еще здесь будет уходить смотрите вот сейчас это какая-то вот основная может быть гештальтик какой-то незакрытый да то есть какая-то основная основной момент которому сейчас очень важно уйти то есть больше то что должно остаться в прошлом на данный период из вашей жизни я не вижу тут конкретно какие-то отношения с кем-то коммуникация то есть вот это очень важно видите тут нужно уже поставить точку окончательно для себя что-то разобрать обрести спокойствие скорее всего здесь нужно по-другому посмотреть возможно на свое детство или на своего родственника или на того человека если вы поняли о чем речь да то есть тут нужно с какой-то другой точки зрения посмотреть потому что часть не исцелена итак это то что будет точно то что нужно уходить нужно этому уходить оно вам мешает видите то есть должно уже закрыться карта закрытая ложится а теперь мы с вами посмотрим что же будет приходить что же будет приходить скорее всего тоже что-то важное а ну вот смотрите как красиво придет какое-то понимание придет какое-то осознание карта внутреннего света ну внутреннее придет знание понимания будет обостряться чувствительность такая знаете ранимость даже я бы сказала будет обостряться но за счет этого вы знаете как будто бы начнете жизнь воспринимать более полно чем сейчас то есть это то что будет приходить и как раз таки не хватает какого-то определенного пазлика энергетического да который вот здесь застрял и если мы здесь вот этот момент для себя осознаем здесь нам открывается определенное может быть знание дополнительное о себе ощущение легкости может быть ощущение более гармоничное потому что когда мы закрываем какие-то моменты которые со дня неприятны мы не хотим о них допустим вспоминать но оно вот где-то точит наш сердечный центр скажем так да и туда сливается так или иначе энергия ну просто знаете как перманентом там фонит а мы все боремся с этим то вот здесь как раз таки приходит понимание того что на самом деле с этим не нужно было бороться тут нужно было по-другому посмотреть на ситуацию если мы будем становиться в состоянии защиты да то конечно же в комментариях посыпется что ко мне так относились это так плохо почему я должен там смотреть в это или там это все защита ранимой неисцеленной части то есть когда у человека она исцелена он такой говорит блин да я понимаю и принимаю это как факт ну то есть это было да что я могу с этим сделать но я сейчас отношусь к этому действительно по-другому то есть позиция внутри она очень спокойная она очень гармоничная и у человека не болит не саднит и когда не болит и не саднит ты не защищаешься то есть у тебя нет причины защищаться она не уязвлена Граще то есть ты можешь об этом спартно говорить ты можешь об этом спокойно рассуждать но изнутри сделать какие-то определенные свои выводы без осуждения то есть здесь будет приходить ощущение гармонии и должна здесь еще уходить программа жертвы потому что она как бездонная бочка несет в состоянии пустоты то есть что будет приходить ощущение полноты жизни знаете когда мы действительно ощущаем у нас даже краски как-то вот визуально становится ярче, и мы начинаем жизнь как-то полно ощущать. Это очень крутое состояние. Вне зависимости от жизненных обстоятельств мы эту жизнь прям вот живем, чувствуем. Мы внимательно слушаем. Видите, тут карта слух, именно прям внимательности. Мы более сосредоточены в моменте. Мы как-то смотрим по сферам своей жизни, и мы ощущаем комфорт. И вот здесь как раз-таки, если мы берем родовой момент, то вот деталь, которая нам необходима, тогда открывается какое-то для вас знание. Ну, наверное, больше понимание, скорее всего, какая-то ваша часть, она становится более гармоничной. Видите, карта баланса. То есть если мы говорим о более гармоничной стороне нас, и о принятии нас как о целостной такой позиции, о состоянии самодостаточности, то приходить как раз-таки будет именно принятие своих частей, потому что вот тут однозначно вам кто-то что-то прям вот подсвечивал. Какую-то, может быть, вашу теневую часть, которая необходима как-то тоже, знаете. Да, вы не будете не пользоваться, возможно, но вы будете понимать и осознавать, что, блин, ну, такое во мне тоже может быть. Да, вот. Ага, что еще будет приходить, если из более конкретного? Что еще будет приходить из более конкретного? Слушайте, какие-то известия, возможно, будут, новости какие-то получите, то есть что-то где-то, по-любому вы получите какую-то информацию. Эта информация будет, я так сейчас посмотрим, положительная или нет. Да, однозначно положительная. Так, смотрите, тут может быть какое-то приобретение, которым вы давно хотели, потому что видите, карта огня, карта ключей, то есть тут действительно реально вам могут отдать какие-то ключи, вы можете что-то купить, получите известие, например, о том, что там что-то получилось, какая-то сделка случилась, может быть, или неожиданно вы придете к выводу, что вам что-то срочно необходимо, да, и у вас тут, короче, будет какое-то приобретение, то есть это точно придет в вашу жизнь, может быть, вы купите машину, поменяете машину, купите жилье, не знаю, в общем, это все то, от чего есть ключи, ключи. То есть тут вы получаете, видите, в прямом смысле слова, я знаю, что это за карта и как ее можно читать, но здесь реально ключи, то есть вы в руки получите, может, вы там что-то откроете свое, и у вас там будет кабинет свой, не знаю, то, от чего у вас будет доступ, может, вы сейф себе купите новый, да, хорошо, если туда есть что вкладывать, но здесь к вам в жизнь войдут какие-то новые ключи, соответственно, какое-то новое приобретение. да, да, однозначно здесь что-то у кого-то появится в собственности, то есть тут вот, знаете, будьте бдительны, где-то будет какая-то хорошая у вас тут, то ли сделка, то ли купля-продажа, то ли вы кому-то ключи передадите, но, да, смотрите, вы или продадите что-то, но это будет очень выгодно для вас, безусловно, или получите, то есть это то, что вот прямо на подходе, но хорошие события, и вот тут, вот это точно должно уйти, я не вижу, что оно уходит немножко, потому что мы бежим от чего-то, тут вот нужно прямо куда-то заглянуть, это не самокопание, ни в коем случае это закрытие форточек старых, которые сквозят и тянут вашу силу и энергию, да, которые не дают вам более полноценно двигаться в настоящем, поэтому обращаем внимание, если что-то где-то прямо саднит, и вы точно понимаете, что, блин, да, я действительно тут вот бегу от каких-то осознаний или принятий чего-то, или вот разобрать не хочу что-то, да, внутри себя, выровнять что-то для себя, не хочу, может, коммуникацию какую-то, да, и я там оставляю все время это на потом, или вообще просто тупо игнорирую, вот, но оно где-то там на заднем фоне все равно как-то вот какой-то, как будто бы там у вас какой-то неприятный осадок есть, ну, или вы конкретно с чем-то или с кем-то боретесь, вот, надо уже завершать, оно вам точно не на пользу. Вот такой был первый вариант, второй вроде бы был этот. Вот так вот. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, вроде хорошо перетасовала Что-то какое-то ощущение было непонятное Что будет уходить из вашей жизни Немножко в первом варианте у нас по-другому получилось Карты там прям сами прыгали Ой, ну вот тут примерно что-то тоже скачет Да, что будет уходить, а что будет приходить в вашу жизнь Давайте, что будет точно уходить Дополню, потому что есть какие-то определенные вопросы у меня Что будет уходить Что будет уходить Так Поглубже, не понимаю Это будет уходить или приходить? Я сказала, что уходить А ну мне почему-то как приходить показывает А приходить тогда что ли? У вас что, перевертыш что ли? Или у вас ничего не будет уходить? А, смотрите, как круто мне показывают перевертыш Угу, прикольно Ладно, почему-то мне вот так показали слева направо О чем это может говорить? Это может говорить о инаковости вашего видения И вы все видите под каким-то определенно своим углом То есть в какой-то степени это какая-то ваша изюминка Желательно бы ее, конечно, использовать Потому что у вас, ну, это ваш талант Который вы, безусловно, можете как свой скилл какой-то определенный Для себя нужно это прям необходимо сделать, я бы сказала Никогда не бойтесь говорить именно свое видение Это делает не то, что вас инаковым человеком Это ваша суть, которую желательно бы, конечно, проявлять То есть очень часто это не нравится окружающим Ну вы же смуту наводите, да То есть все думали вот так А вы, оказывается, хлоп и вывернули какое-то понятие совершенно по-другому Ну не бойтесь проявляться Итак, получается у нас немножечко тут перевертыш Вот это то, что уходит, вот это то, что приходит Смотрите, здесь получается такая история Что был такой у вас период Возможно, он еще и есть и подтягивается потихонечку Но вы будете его осознавать и он будет потихонечку ослабевать То есть энергетическая вот эта вот сила, она будет слабнуть И это как раз-таки борьба со своей судьбой Борьба со своей жизнью Потому что по второму варианту Так как мы знаем, что здесь присутствует достаточно большое количество Внутреннего сопротивления, которое может тянуться Различить, ну, как защитная реакция Да, как раз-таки это у вас все связано еще и с инаковостью То есть мы включаем бунтаря и мы включаем чувство сопротивления, чувство защиты Когда условно чувствуем, что нам необходимо Или не условно, а в прямом смысле слова Мы чувствуем, что нам необходимо отстоять свое мнение А на самом деле вы поймете, что вы можете абсолютно гармонично его проявлять И вы в безопасности Поэтому защищаться больше здесь не нужно И бороться за свое право что-то там отстаивать Скорее всего будет у вас постепенно отпадать То есть это будет желание отходить Мы перестанем смотреть на свою судьбу, да, как на соперника Вот, то есть мы перестаем смотреть на свою жизнь Как на что-то недоброжелательное Все не так, как мы хотим Тут немножечко капризы такие присутствовали, да То есть все не так, все не то И пытались бороться с собой там с судьбой Собственно с Творцом совсем-совсем-совсем, да А приходить как раз-таки здесь будет, что как только мы перестаем Активно внутренне бороться, сопротивляться со своей жизнью То есть, возможно, мы пытались Знаете, это же не то, что вы просто конкретно против Знаете, как это работает? Ну вот, допустим, вы чувствуете, что у вас есть определенные способности У нее у вас есть, здесь карта дара, да И борьба-то какая происходит, да, как она выражается Мы боремся, то есть мы его не признаем То есть мы очевидно, мы прям ощущаем, что мы все видим по-другому Мы можем реально что-то видеть, чувствовать, понимать Но мы с этим как бы боремся То есть мы пытаемся запихнуть себя в картинку нормальной жизни Мы пытаемся обрести что-то там, в общем, знаете, такое повседневно, обыденно, адекватное Но, или к счастью, или к сожалению, это не про вас И ваша ценность и изюминка как раз-таки в том, что вы видите, возможно, то, что не видят другие по-своему Нет, это не шизофрения, мои прекрасные Это никакие не заболевания Вы, я думаю, смотрят мне адекватные люди Ну, если нет, конечно, ну, тут такое дело, да Каждый несет ответственность сам Но, в целом, если вы чувствуете, что вы в здравом уме Ну, у вас действительно сны очень интересные, да, ну, понятно, да, у кого как проявляются способности Ощущение, интуиция шикарнейшая То есть, как бы, это нужно уже, наконец-то, признать в себе, выдохнуть и успокоиться Потому что, чем больше мы пытаемся из эго-части отрицать это все, да, тем больше, условно, мы боремся со своей жизнью Тем дольше мы откладываем какие-то дары этой жизни Поэтому вот это уже должно уходить, оно и будет постепенно уходить И все больше и больше, спокойнее и спокойнее Мы будем принимать свои дары, таланты, способности Обретать определенную ценность внутри себя И поймем, что это и есть ваша ценность, да, на самом деле Это и есть ваша ценность Что вот вы такой вот интересный, творческий, инаковый человек И это не обязательно какие-то прям сверхспособности Потому что вы можете думать, да, блин, я не чувствую, Юля, то, о чем вы говорите Ну, по крайней мере, у вас однозначно очень хорошо работает эмоционально-чувственный фон И это уже говорит о том, что он так работает не у всех Вы уже можете эмпатить, и это тоже не у всех, да Ну, то есть, в любом случае, вы попадаете в определенную категорию Когда все-таки вы чувствуете, предвидите, там, слышите, еще что-то Также здесь после отсутствия борьбы Смотрите, здесь будет устаканиваться финансовый фон То есть, если он у вас был скачкообразный Это, скорее всего, тоже связано с определенными моментами борьбы То есть, вселенная тут с вами связывается, объясняет и говорит вам Что, милая моя или милый мой, да, в момент борьбы у тебя проваливаются финансы Обрати на это, пожалуйста, внимание Хватит бороться, сопротивляться, выдыхай, успокаивайся Все можно решить совершенно другим мирным путем И вас здесь призывают, да, все можно решить условно через диалог Да, через дипломатию То есть, больше дипломатии, больше гармонии И тогда вы будете все ярче и ярче Все гармоничнее и гармоничнее вливаться в свою жизнь Если в вас просыпается бунта, это абсолютно нормально У вас есть уже эта энергия, она приобретена На самом деле, ее плюсовая сторона – это лидерство Кто не знал, бунтарь в тени В архетипе это мощный лидер и управленец Поэтому, если у вас активен бунтарь, говорит о том, что вы не управляете жизнью или не понимаете Нужно в этом доразобраться и направить эту энергию в управление Потому что кто такой маг? Это тот, кто управляет энергиями и своей жизнью, своей судьбой Кто такой бунтарь? Это тот, кто топает ногами, капризничает, не хочет ничего брать в свои руки Тупо всем и вся сопротивляется, да Поэтому входить здесь как раз-таки будет момент ухода от борьбы Момент перевода тени бунтаря в архетип лидера Лидер – это тот человек, который не боится проявляться Ну, как не боится? Да нет, есть определенные переживания, конечно Но вы просто начнете понимать ценность своих определенных способностей Способностей могут быть любых просто талантов Да, просто потихонечку вы начнете их осознавать Это будет входить в вашу жизнь, этого будет становиться все больше Здесь еще очень интересно, здесь будут входить Если вы практик, да, мы прекрасные Здесь будет определенный настраиваться диалог с тонким планом Здесь духи выходят Дух воздуха у нас тут интересный Тут ментальное исполнение желаний Тоже будете этот момент, скорее всего, изучать Потому что если хотели наладить здесь какой-то контакт Доверие Вселенной, что-нибудь такое Но с миром у нас не проявлены Желание ваше исполнится, это будет входить Вы будете все больше и больше видеть знаки То есть вы, как вам правильно объяснить Вы больше не сможете отрицать то, что будет происходить в вашей жизни А это будет распаковка способностей Это ваши ценности Вы просто перестанете с этим бороться Перестанете с этим скандалить, пытаться А начнете все-таки быть в диалоге И вот, пожалуйста, третий глаз И это, скорее всего, вот прям духи выходят То, что... О, кстати, работа, смотрите, как интересно Момент исцеления Может быть, вы конкретно поймете, в чем и как вы можете исцелять Какое-то здесь, видите, медицина – это исцеление Прям в прямом смысле слова Какая-то у вас новая работа откроется или появится Или она не то, чтобы... Знаете, когда я говорю «откроется» или «появится» Это говорит о том очень часто, что это придет не извне, а раскроется изнутри Часто люди путают и думают «Ой, оно появится, сяду и буду смотреть в окно» Но очень часто работает с точностью наоборот Мы как будто бы не ждем, а оно внутри всплывает И мы такие «О, точно, я же действительно это могу» Или «О, а почему же я раньше в эту сторону не смотрела» Или «не смотрел» И вот ключевое, что... Вот мне нравится, потому что здесь как будто бы Ну прям вот контакт какой-то произойдет То есть вы прям работу какую-то наладите Но почему-то это больше с миром не проявленным И здесь что самое интересное Скорее всего, вы могли это делать, но абсолютно неосознанно А тут прям какое-то у вас сознание, знаете, как зарение такое придет Это если вы практики Если вы мои прекрасные не практики То здесь бы желательно все-таки обратиться Ну, к высшим силам Но давайте так Не нужно обращаться за помощью За помощью обращаются дети Помоги мне, я сам не могу, я маленький Просите сотрудничества Просите сотрудничества Вы будете делать А вам будут Вас будут поддерживать Вот это уже совершенно другой контакт То есть мы не просим помощи Когда мне говорят Юля, я прошу помощи, а мне никто не помогает Так вы не дети уже Что же вам помогать-то? Вы взрослые, так и входите в эту позицию Не помощи мы просим Мы просим сотрудничества Мы просим сотрудничества со Вселенной, с миром Мы просим контакта, коннекта, соединения Уметь нужно еще учиться, формировать намерения Просить помощи, ну, блин, Вселенная не спасатель Понимаем? То есть тут немножечко другое взаимодействие Вселенная от вас ждет И, конечно, пока мы ходим по одной тропе И просим одно и то же А оно не исполняется или не получается Говорит о том, что, значит, использованный Не тот набор предложений Не тот набор обращений Не тот набор взаимодействия Меняем тактику Только и всего лишь И вот здесь как раз-таки из другого намерения Да, у нас получается уже совершенно другой контакт И это те возможности, которые действительно перед вами открываются Если мы здесь не говорим о практике, допустим Или о мире непроявленном То здесь будет как бы, ну, давайте, помощь ваших хранителей Но, опять же-таки, здесь необходима помощь Именно в каком плане, да Ой, то есть вы можете просить помощь А здесь необходимо сотрудничество Я буду делать, а ты меня как бы веди В том направлении я иду или нет Буквально вот не так давно Одна прекрасная ведущая подарила фразу Я ее прям себе записала Она чудесно низшим образом просто работает На самом деле она выглядит так Мы сначала делаем, а потом молимся Вот То есть не наоборот Мы сначала делаем, а потом уже молимся Чтобы оно там как-то у нас все благополучно сложилось Но изначально мы делаем действия Мы куда-то идем, мы что-то пробуем Мы проявляем То есть первые шаги делаем И только это вот реально выражение Дорога под ногами идущего Но идущего, того, кто идет То есть вот это будет входить Желания быстро начнут исполняться Если вот прям не побоитесь этот диалог наладить Ладно, что тут еще будет входить в вашу жизнь Тут какой-то момент То ли вы поймете силу какую-то свою Не силу, а энергию Она у вас такая исцеляющая Видите Сейчас посмотрим еще, что будет входить О, это вот завершается Смотрите, вот Завершается момент выживания Однозначно точно Мы наконец-то перестаем вот это вот выживать Скорее всего, прошлый расклад Достаточно хорошо поработал Скажем так, да И вы хорошо поработали Переосмыслили, допустим, что-то Для тех, кто это сделал Для тех, кто это не сделал Наверное, не сработает Для тех, кто это сделал И у нас уходит вот этот вот момент Что мы какие-то, знаете, там Не такие, что-то с нами не так А у нас приходит наоборот Мой дар, да Это моя ценность Меняется фокус Понимаете, как Вот это уходит А более благостное Такое приходит Потому что здесь было Достаточно много Отрицания себя Оно, кстати, может еще присутствовать Но оно уже, знаете, такое Начинает отваливаться То есть сознание уже начинает меняться Что достаточно благополучно Если мы берем бытовые моменты Здесь будет более стабильный доход И, возможно, его рост Давайте посмотрим То есть как только мы начинаем Понимать Вы уловите это состояние Когда есть состояние Внутренней самодостаточности Самоценности А не обесценивая Не я, что я типа шизофреник И поэтому, да Мы как бы сами себя гасим А вот это состояние Оно как раз таки Притягивает к нам Клиентов Возможности Людей новых Мы резонируем Своей истинной сутью А вот здесь мы Видите, карта кладбища Это карта очень такой Низкой Низкого качества энергии Вообще в целом Просто низкий энергетический уровень Плохо себя чувствуем Не понимаем, куда идти Потерянные Потому что не верим Сами себе И что делаем? Сами себя обесцениваем По финансам Хотела у вас спросить Потому что здесь будет Какой-то финансовый у вас момент Решаться Какой-то выход Прямо смотрите Может быть увеличение финансового Канала будет Для кого-то поддержка придет Смотрите, вот у вас был Одиночный путь В какой-то период Ну, вы могли себя так чувствовать К примеру Оторванными От мира Допустим Не видели помощи Ни внешней, ни внутренней Ни свыше Так иногда бывает Мы попадаем в такое Состояние И скорее всего вам надоело Жить в этом состоянии То есть мы присытились Тут где-то мы уже Бессознательно Одиночкой прошагали И здесь как раз таки Открывается хорошая возможность Видите, карта рода То есть здесь скорее всего Придут на помощь Также Еще родовая система Тут подключается У вас какой-то сейчас Знаете, такой, если честно Такой прям хороший А, вот ваш маг Ну вот, в силу Потихонечку входим Внутри начинает Этот момент у вас Просыпаться Опять удача По второму варианту Я у себя в Телеграме делала Финансовый разбор На октябрь месяц У вас там тоже колесо фортуны По второму варианту вышло Вот у вас опять тоже удача Вот она сейчас с вами Вот сейчас максимально Мы прям можем Очень-очень хорошо Себе Помочь В финансовом Будет стабильный Возможен рост Услышали? Вот что уходит Что приходит Третий 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 мне карты сыпеть это каждый раз так ну что что уходит что приходит что уходит что приходит надеюсь что как бы покажут нормально они в перевернутом варианте что уходит может ощущение застоя да когда прям засидели все так спокойно все так вот как бы нормально ничего новенького все гармонично что-то привычно вот у вас есть какие-то определенно привычные действия вашей жизни которые вы уже делаете они уже у вас устоялись но где-то они тянут с вас уже энергию может какие-то знаете вредные привычки допустим и вот вы действительно могли что-то уже делать на автомате в какой-то период жизни ближайший скорее всего потому что это вот уже проявлено и она уходит вы поймете что на самом деле эти привычки уже совершенно вам не нравится и не несут вам никакого удовольствия и вы просто уже делаете что-то на автоматизмах да может быть там не знаю как каждого это что-то будет свое и что теперь уже вы во власти этих привычек да они вам то есть они уже не вам служат а уже вы им как будто бы служить и вы же не хотите но знаете на автомате делаете вот эти вот автоматизмы они постепенно начнут отваливаться может быть не все но у кого-то это вредные привычки у кого-то это знаете там дисбаланс питания тоже привычка да у кого-то это может быть там не знаю всех привычки разные тут больше по по себе смотрите но здесь вот будет именно какая-то привычка привычки какие-то может быть одна может быть несколько отваливаться да так что еще здесь будет уходить у вас ну вот здесь будет какой-то страх уходить кстати сейчас посмотрю дополню колоду перетасуете что это непонятную информацию дают что еще у нас здесь точно будет уходить прям вот однозначно да они кстати еще энергии у вас подтягиваются подтягивают которые не дают где-то вашим желанием исполняться то есть смотрите где меньше автоматизмов тем больше осознанности и энергии больше внимания когда мы вот на автоматах дело затем как роботизированы роботизированы короче как робот как роботы а то я сейчас что не скажу филологи в обморок упадут какие-то препятствия отваливаются что за препятствия а вот смотрите где-то вы что-то хотели может быть связанное с деньгами может быть связанная с какими-то моментами ваших талантов и тут вот высшие силы возможно какое-то время или вам что-то не раскрывали но держали вас в позиции не отсвечивали вы короче или не могли отсветить или что-то где-то не шло что-то где-то вы никак не могли осуществить да или исполнить или какая-то сфера не шла а говорят что было не совсем время или нужно было понять вам действительно ли вы это от сердца желание или она навязана и вот здесь как раз таки момент препятствия спадает то есть сейчас посмотрим да и то есть вам нужно было на самом деле понять от чистого сердца вы там хотели ресурсов дополнительных доходов или это еще раз говорю было от тега навязаны да тут вам нужно было в каком-то моменте разобраться и вам как бы давали время подумать вы что-то скорее всего здесь переосмысливали может быть сферу какую-то или деятельность какую-то да ваше не ваше до проверяли вообще это желание души или желание эго ладно и что он вот завершается у вас момент препятствий учета прям очень сильно хотели а вам не давалось прям очень сидите как прям зависимость шла а вам тут нужно было момент такой мудрости проявить и поэтому когда у нас было сильное желание нам ставили препятствия а знаете бывает такое когда мы теряем к чему-то интереса но к нам хоп и приходит и мы такие да блин я еще вчера это хотел там или год назад а но только сейчас пришло а как раз мы стали к этому готовы то есть смотрите вот здесь как будто больше такая информация что вы где-то были не готовы к может быть реализации каких-то своих талантов и ваши собственные хранители они вас где-то попридерживали и вы условно пока стремились к этому вы обретали определенную мудрость у вас пазлы складывались в голове вот поэтому препятствия тут относительно каких-то ваших желаний что-то связано с вашими творческими талантами реализации какой-то или монетизации чего-то где-то что-то вам не давалось вот постепенно постепенно да тут видите ваши хранители покровители как бы вас немножечко не пускали но не время говорят было а вот сейчас дают возможность то есть поймете что зеленый свет и вот эти препятствия они начнут уходить соответственно это уже мы немножечко затронули то что будет входить более яркое чувствование видение ощущение ну и в материи подтверждение реализации какого-то вашего пути таланта но или что-то вы его то сделаете она возьмет резко и пойдет то есть знаете как будто двери открывают что-то вот здесь такое а раньше условно не открывали то есть это то что будет входить сейчас вот дополню еще карту скажу что еще будет входить а уходить уже сказала что будет так что будет здесь входить вашу жизнь о смотрите слушайте вы тут с кем-то за лидерство воевали видите у вас тут был с кем-то конфликт видите карта управления то есть кто-то вы с кем-то тут воевали за какое-то место право слова лидерскую позицию и не контачили с кем-то то есть постоянно столкновение мнений столкновение не знаю там взглядов идей всего прочего что могло приводить вас с кем-то конфликту как раз таки тут были склоки именно из-за права голоса права мнения лидерства да и здесь как раз таки будет приходить понимание и будет уходить ощущение и желание нет будет входить наоборот ощущение желание найти общий язык то есть вы ски с кем-то с кем вы были может быть в контрах или у вас были какие-то как вам казалось непримиримые разногласия так или иначе смотрите карта вот тут вот вы склочничает а тут вы друзья то есть вы придете к с кем-то к соглашению к примирению вы придете с кем так даже возможно хорошим отношениям может быть ну не прям дружба да ну хотя мало ли но прям возможно знаете как это бывает когда мы приходим в какой-то допустим коллектив и сначала мы видим выделяем какого-то человека и прям у нас такая может быть вот ненависть а потом люди узнавая друг друга становятся лучшими друзьями вот здесь что то такое то есть у вас был период когда вы прям были в каких-то непримиримых обстоятельствах вы думали все этом терпеть тебя не могу и так далее то подобное потом окажется что вы найдете точки соприкосновения будете еще и хорошими друзьями по-другому посмотрите карта повешенного вы по-другому посмотрите друг на друга и увидите а на самом деле очень много общего даже тут смотрите прям еще и вот карта такая хорошая выходит прям вот родственные души окажетесь прям лучшие будете друзья или соратники или партнеры или прям вот законнектитесь очень мощно если это кто-то из противоположного пола так тоже может быть то здесь будет примирение да вы может переживали может с партнером какие-то разногласия может вы думали что уже все они действительно тоже непримиримы и вы поймете что нет просто это где-то личные проекции непринятия и вашу жизнь входит примирение с кем-то очень возможно важным для вас так ну в прошлом допустим да вы там с кем-то воевали тут у вас будет примирение с этим человек это может быть как ваш друг коллега так и партнер то есть тут неважно показывают просто человека так ну мужчина наверное больше идет но хотя это действительно может быть и женщина просто с энергией с такой и так что здесь еще у вас будет входить в вашу жизнь хорошенького не хотела эту карту таскет не нравится она ладно услышите свои собственные потребности потребности своего сердца ну да даже достаточно вот неплохо сейчас очень важно прислушиваться именно к своим чувствам то есть почаще себя спрашивать что я чувствую почаще анализировать наверное именно чувства понять хорошее чувство да ну легкий такой анализ рефлексия hombres вот хорошее чувствую или больше негативное чувствую мне нравится то что я чувствую мне не нравится то что я чувствую то есть это внимательность к своим ощущениям чувством возможно эмоциям которые пришли потому что это очень для вас важно впоследствии ваши чувства где-то вот вам что-то подскажут очень важное в жизни и сейчас этот момент нужно не упустить не пропустить тут нужно как бы вот учиться именно вот слышать что вы чувствуете они что вы там анализируете вот тут тоже вот аккуратно не больше в голове прислушиваемся мыслям которые у нас там как бетономешалка перетекают а больше по чувствам именно да но эмоции более поверхностные но эмоции всегда тянут за собой какие-то более глубинные чувства которые могут долго там сидеть вот именно вот этот вот аспект да они вас знаете какой-то очень такой момент выручат казалось бы видите карта капкана прям вот будет удача на вашей стороне если вы сейчас услышите это послание скажем так и прям вот прислушаетесь к своему именно ощущение может он что-то будет предлагать может быть а давайте глянем нам скажут там будет главное спокойствие сохранять на вроде как известие какое-то и оно для вас может показаться знаете каким-то пугающим фатальным только якобы карта ловушки капкана да то есть все попал в капкан выбраться не могу а на самом деле там идут видите какие карты сохраняясь спокойствие и слушай свои ощущения да они тебя не подведут с чем будет связана ситуация ну может быть деньги может быть но это прям ситуация это не что-то эфемерное жилищный может быть вопрос жилищный может быть вопрос что еще нет там будет выход однозначно это дискомфорт вы прям испытаете но вы найдете выход карта маска значит материалка смотрите это может быть рабочий момент потому что все таки дух земли это более плотно материальная карта да то есть то что проявлено в материи это может быть как работа так и что-то связано конкретно именно с имуществом то есть тут вот смотрите по ситуации если не с имуществом то рабочие какие-то могут быть моменты или внутри домовые почему-то не дом вот идет и все больше как дом то есть там к этой ситуации с которой кажется не нерешаемое вам что-то дискомфортно прям но вы найдете выход тут важно вот ощущение свои слушать прислушиваться к ним может предлагать что-то будут да кто-то прям новость 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 по воздуху то есть кто-то скажет напишет услышите да ну то есть разговор воздух смс что-нибудь такое что-нибудь такое есть еще что-то интересное что в ближайшее время будет входить в вашу жизнь они только желание переделать мир конечно что безусловно не получится идет вообще люто от эго так что за unfortunately что здесь возможно она то есть тут может намечаться какая-то встреча у вас в будущем но пока выходит карта туман а то есть это говорит о том что она еще не совсем сформированно что за человек то может быть да если честно то есть пока она как-то вот более дальнем на будущееceğim не показывают здесь может быть встреча с человеком что за человек что за человек родственная душа прикольно здесь вы можете встретить человека своего это может быть очень родной близкий как друг так и прям партнер в зависимости от того в отношениях вы сейчас или нет но этот человек а он что-то привнесет если вы сейчас проработаете программу предательства но если вас где-то у вас вот ощущение что меня предали или вы проживали такой опыт если вы сейчас эту программу опыт этот перевернете себе в плюс поймете что хорошего вы получили то есть предательство это же не предательство это же передача на новый уровень вот и если плюсы вычеркните у вас там гарантирована встреча если остаемся с какой-то внутренней глубины обидой на человека как кажется который вас предал то встреча может не состояться то есть тут сейчас зависит непосредственно от вас нет а прям пара выходит то есть тут зависит от вас то есть это актуально для тех у кого пары нет если у вас есть пара может быть это какой-то хороший рабочий будет момент там зависимость от вашей жизненной ситуации этот человек может что-то вам привнести если вам не хватает любви то это будет родственная душа если вам нужны какие-то моменты по работе да то это будет человек который поможет в этом плане если будут это моменты просто знаете бывает порой мы по жизни идем и нам необходимо встреча с каким-то человеком чтобы условно пройти дальше он нам что-то должен дать но родственная душа слышите меня это не всегда хороший человек мы все родственные души на самом деле на тонком плане то есть но этот человек он вам что-то передаст ну какие-то ключи это может быть метафора ключи как знание например опыт какой-то когда важная ценная информация да а может реально ключи от чего то может вы там что-то купите или продадите через этого человека вот как-то так но он будет прям вот в помощь то есть он как помощник но нет не помощник это неправильное слово он не помощник а он то есть без него что-то в общем не состоится и вот видите вот эта карта предательства на постоянно фонит если мы будем так дальше относиться какой-то ситуации мы как будто бы можем пропустить и это не значит что мы не пойдем дальше просто может усложниться путь да так 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 что то с ресурсами слушайте может с деньгами короче что-то там интересное ну какой-то вот момент в будущем который еще не совсем сформировался но может быть очень благостный если не встретите будет неплохо но если встретите будет лучше вот так скажу так вот такой был сегодня расклад я с вами прощаюсь до новых раскладов